Здорово, а Людка здесь? Да, что хотели Ну вот так, ребят, за убийство бывшим зэкам дают Все на тебе нужно, чтобы вас не выгнали пока Да, будь пьяна, я вам две тысячи сапог Он купил за три миллиона квартиру? Да, у вас был бы Паша, ты бы сейчас тут перед ним бегал Полешке скучаешь? Чуть не каждый день Друзья, всем привет, с вами канал Вася Носений Меня зовут Сергей Для зрителей, которые смотрят этот ролик впервые Для них, я думаю, эта история будет вообще непонятна Я буквально вкратце расскажу, что мой канал, можно сказать, начался с истории Лехи Я встретил этого парня в деревне, в небольшой деревне Он был в магазине, в оборванных вещах В общем, мне реально стало его жалко Я купил ему покушать Сделал какое-то спонтанное видео Очень многим эта история запала в душу Многие писали об этом Лехе И спрашивали, как ему можно помочь Потому что парень был такой искренний, открытый Он вошел, можно сказать, в сердца многих зрителей И я стал помогать ему Для начала просто я купил ему одежду, еду Какие-то нужные для него вещи Телефон и так далее Но потом я понял, что самая главная помощь для него Это как-то постараться его социализировать Чтобы он стал нормальным членом общества Потому что в какой семье он рос, это просто жесть Его родители постоянно пили Врали друг другу Он все это к себе перенимал И у него возникла вот такая модель поведения По-другому он просто не мог жить Он не знал, как живут нормальные люди И, к сожалению, эта история трагически закончилась Сколько мы не пробовали его перевоспитать Что-то переделать в нем Он очень сильно был сконцентрирован на матери Вот куда мать, туда и он Вот мама в город, мы ее убедили после реабилитации Люду Это мама Алексея, да Я ее убедил, что ей нужно начать новую жизнь Бросить своего алкаша, ее сожителя И уехать в город Леша тоже поехал за мамой Они нашли там сами прекрасную работу Они работали в ресторане Им хорошо платили Они уезжали домой на такси У них постоянно был забит холодильник едой Потому что в ресторане много еды остается Они брали с собой Но мать опять стала пить Стала грустить по своему вот этому сожителю Который бывший заключенный И уехала в деревню Сорвалась с хорошего места И Лешка также стал пить И уехал за матерью Они часто дрались со своим отчимом Потому что Алексей винил его В том, что вот так сломалась Судьба всей его семьи из-за него И он прав Потому что многие жители в этой деревне говорили Что Люда, мама Алексея Нормально работала Она работала в приюте Ухаживала за стариками У нее была нормальная работа С хорошей зарплатой для деревни Но как только появилось вот это вот существо Вот этот бывший зэк В их семье Стали происходить постоянные пьянки По прошествии времени Люда просто спилась Вместе со своим сожителем Спился отец Ну и Лешка стал вместе с ними выпивать И из-за этого Леша постоянно с ним дрался Постоянно винил его В том, что его семья разрушается Из-за этого и так далее И так случилось, что в очередной драке Вот этот ее сожитель просто задушил Лешу Задушил веревочкой от крестика Для чего я снимаю сейчас этот сюжет Во-первых, для того, чтобы придать огласке Вот эту ситуацию Чтобы ему дали побольше По полной программе Чтобы он получил свое наказание Во-вторых, очень много зрителей нам писали И хотели бы узнать Сколько же ему дадут За такое преступление Ковер стоит Вещи какие-то Здорово, Вить Привет Тут как жизнь? Ну так, потихоньку А где Людка? Она на стекольный уехала С Таней А там живет, да? Она же, блядь, меня на милицию, блядь Написала Да ладно Да Якобы я на ее с ножом налетел Врет, да? Вот Да врет, да? Да конечно, я не помню Я похож на, блядь, ножик Я никогда не беру Ну, паскандалить паскандалил А так-то нихуя Ну а что, у вас сейчас выгоняют с этого дома? Пока еще нет Пенсии не хватает Леша, ты набрал везде Во всех магазинах Долгов? Да А меня теперь расхлебывать Тут, там Десять тысяч Там я хоть отдал Отдаю по две тысячи Или как-то по тысячу Как по возможности Туда Отдал В эту палатку Пять тысяч Этот же дом на Лешу был оформлен? На Лешу Она хотит на меня Переписать Ага Дом? Да Кто она? Люда А она не имеет права ничего переписать? Ну не знаю Она вот так задумывала А она давно уехала? Вообще Вот вчера С ментами уехала Я думал, она там Оставай С полицией уехала? Да А сегодня мент к ней приезжал И ради люди-то И рулась Нет Она вот на секунду приехала И она на тебя написала заявление Что ты где-то с ножом просто Да, она позвонила И приехали сегодня утром Поехали Ну просто ты, видимо, стал не нужен? Ну да И она от тебя просто избавляет Она так кричала Я с тобой не живу Я что хочу, то и делаю Ну потому что ты никогда мухи не обидишь Я сколько тебя понимаю Ты не то, что там с ножом Я вообще не хотел с ней скандалить А как думаешь, с чего она решила с тобой поругаться и бросить тебя? Не знаю, Серёг Не знаю По пьяни Из-за этого дома Ну я говорю, был Лёша А теперь-то его нету Я не знаю, как Чёрт не знает Как они там решат Ну то есть вы можете на улице остаться, да? Другого дома нету у вас? Ну здесь, Серёг Ну Дому-то нету ни хрена Тут никто не даст, да, дом? Да Ты помнишь, что Люда на передаче говорила Про то, что Лёшку уже не вернуть А Пашку Жалко ему А Она всё время Его вспоминает Паша Был бы Паша Ты бы сейчас тут Перед ним Бегал бы Я говорю Было бы А теперь Уже нету Сколько ты не ел уже? Да уже четвёртый день Как, наверное Ничего не ешь? Не, а что, Серёг Больше не хрена варить Вот Были вчера Корочка И он с собакой Поделился Ему дал косточек А сам-то Мясо поел Всё Больше не хрена Полёшке скучаешь? Ну, что Чуть не каждый день Что вспоминаешь В основном? А? Что вспоминаешь? Ну, какие дни лучшие Ты с ним Помнишь Какие? Ну, он Считай Что и дома Не находился Всем долги Раскидал Бугаю Отдал 300 тысяч Соседу Отдал 200 тысяч Потом Ещё Кому-то И Он Это Упрысках И так каждый день До ложки Купил квартиру За 3 миллиона Кому купил квартиру? Ну, этой Вон Насте Он купил Насте За 3 миллиона Квартиру? Да 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 ты что? Ну, сам Как-то Проболтался А так Мы не знали бы Обалдеть Как ты свою жизнь Дальнейшую видишь? Ну, как Дальнейшую Конечно, трудно Серёга Тяжело жить Ну, как-то вот Ну, это из-за пьянок А? Из-за пьянок Так бы тебе пенсии Был Да я А кто мне дать Из-за пьянок? Я сам-то Везде должен Должен Не знаешь А сколько тебе пенсию платят? Витя 13 300 13 300 Да Ну, чё А Людка жила на твои деньги Да, получается? Да Они все на мои деньги жили Что Паша Что Люда Она вот Как-то ездила На днях В монастырь Думали, что Я думал, что я его возьму Как не поедет Опять пешком приходит Как не поедет Пешком приходит Я говорю, а что ты пришла? А мне Сказали, что матушка уехала в Москву Короче, туда-сюда Ей сказали Сейчас Сейчас пока делать нехрена Ни цветы, ни сажать Ничего А, она там поработать хотела, да? Да, да, да А она там пьет, дочка-то? Тоже? Ну, еще как Еще как, да? Ну, они сейчас там и квасили Ну, твоя вина есть в том, что Лешку убили? Ну, какой моей вины, Серега? Нету? Ну, они Людка ходила вон на кухню Хотела их, ну, успокоить А Леша Леша еще к прижинности Когда еще Его Паша руки не приложил Он как сказал матери Уйди Не мешай, мы тут сами разберемся Вот и разобрались А он его веревкой задушил, да, получается? Слушай, Серега У него крестик на веревочке На шее Поэтому У него вокруг шеи борозда осталась Видимо, он, наверное, рукой Ведел камень А потом еще и коленкой прижимал Я не знаю, куда он там его Вот, видите Вот, Ведька стоит Мы зашли и купили В магазин, ребят Я сейчас представлю, сколько будет комментариев Что алкашей кормим Ну, человек четыре дня не ел Ну, как тут не купить Тем более, собака голодная Там, животное жалко Нам в магазине купили Там мясо, костей Друзья, многие уже знают Что у меня есть своя система тренировок Спины и шеи Которую я выполняю уже на протяжении Многих лет Каждое утро Сразу хочу сказать Если кто-то думает Что повыполняв недельку Все проблемы со спиной исчезнут То лучше даже не начинайте Процесс формирования осанки Путем укрепления спины и шеи Это долгий процесс Который требует Долгого систематического подхода Но после этих тренировок Я стал лучше чувствовать свое тело Моторика улучшилась Я стал выполнять Те спортивные элементы О которых мне пришлось на время забыть Моя нейромышечная связь тоже улучшилась Я стал по-другому ходить Бегать, стоять и сидеть Тело становится цельным стержнем От пяток до затылка Также я считаю Что эти упражнения Крайне важны для кровообращения В малом тазу Для мужчин А для детей Я считаю Эти упражнения Необходимы Для формирования Правильной осанки Этому делу я посвятил долгие годы В детстве у меня очень часто болела голова Я перепил кучу цитрамона Прошел очень много обследований Но они ничего не показали Врачи сказали, что у меня диагноз сосудистая дистония Потом у меня была травма спины Лет 25 Была грыжа Несколько протрузий Я не мог даже на пятый этаж сумками из магазина зайти И все это продолжалось долгие годы Пока я не разработал вместе со своим тренером Программу тренировок для спины и шеи Я вам скажу, что после двух месяцев занятий У меня пропали боли в спине А через некоторое время я понял Что в аптеку за цитрамоном я не хожу Головные боли ушли на нет И я до сих пор на протяжении 9 лет Занимаюсь именно по этой системе Каждое утро по 15-20 минут Эти упражнения подойдут абсолютно всем Будь вы человек в возрасте Или спортсменам К тому же для тренировок вам не понадобится ничего Кроме своего тела и 20 минут вашего времени Именно по этой системе я начал заниматься с сыном С 3,5 лет У него была очень слабая спина Неправильная осанка А теперь вы видите сами Эта система проверенная на мне и моем сыне Вы видите реальный результат А не мифические обещания Успешный успех и так далее Сейчас моя система тренировок полностью готова Вы можете приобрести ее под этим видео в описании Сделайте себе подарок И купите себе и своим близким Немножечко здоровья на долгие годы Благодарю вас, друзья, за внимание Вот таких косточек с мясом Вот смотри, мясо Костя, держи Как раз собаку покормишь Я пожарю На, и вот это сейчас Хлеб Хлеб, макароны, сигареты Сосиски Ага, спасибо тебе, Лёша Нежечко, нежечко Поешь, короче Сейчас покушаю Ладно, Вить Давай, поедем мы потихоньку Давай Лёшу там вспоминай Почаще А мы у часа на Пасху После Пасхи Он к тебе хорошо относился Любил тебя, Лёша? Да, но он меня никогда не берёт Вон Ваня работает Мы подъехали Может быть, даже такая терапия Ему пойдёт на пользу Потому что мы сейчас посоветовались с врачами Поговорили И они все как один сказали Что ему нужна терапия в стационаре А это психушка, друзья И насколько его там закрывают Мы понятия не имеем И что будет потом Я тоже понятия не имею Но обычно, когда их выпускают Всё начинается по новой Ты же был у врача? Был Ему сказали врачи, что нужно лечение Пытаемся справляться Но трудотерапия помогает Потому что если он остаётся сам с собой наедине Или просто, я молчу, он рядом со мной находится Он начинает грузиться прям по полной У него там всё То есть ему надо вот трудотерапию И ты трудись потихонечку И всё нормально будет Ну что нам, короче, доктор в интернете Ты думаешь, что это хороший доктор? Да Вань Вот это называется навязчивые мысли Это называется навязчивые мысли, понимаешь? Вчера я ещё так кипел Немножку так Потому что он там всяко-разно предлагает А сегодня вот он картошку чистит По хозяйству там помогает И всё И вроде Чуть-чуть Да, надо ему побольше, мне кажется Чтоб занят был Конечно Да, конечно Пойдём, Вань, покажешь, что ты раскопал О, молодец Вань, целое ведро Тут на всех, на Диму, наверное Тут три человека Три человека? Да А кто будет кушать с вами? Александр Дима, я Хотите, вы покушите Нет, спасибо, Вань Спасибо Есть стандартные методики лечения Понимаешь, твоего заболевания И тебе надо понять, что ты сам не уникален Таких, как ты, людей очень много с такими заболеваниями И у них у всех стандартное лечение Понимаешь? Ну, в чём дело Что получается, ещё раз в Бушмановку ехать? Слушай, я не врач, но врач тебе сказал, что нужно Но это будет зависеть от тебя Тебя никто принудить не может к этому, понимаешь? Я пью лекарство, от него ещё хуже Ты сейчас пьёшь, да? Ну, без него не могу А что происходит без этого лекарства? Крыша едет А какие мысли навязчивые у неё вообще появляются? Да, различные Различные, да? И голоса какие-то, да? Да Читал, вы посмотрите, одно, другое Астанея называется Астанея? Менингит перенёс Плюс инфекция Плюс стрессы и проблемы с сердечностями заболеваний Ну, астанея – это вообще практически не заболевание Это как раз такие заболевания А как лечат астанею? Вот и надо у них спросить, у этих докторов, как их лечат У тебя не астания, у тебя шизофрения Ты понимаешь, что это такое? Астания, астеники – это вообще распространённое очень заболевание Астания Её практически не лечат, там, витаминами и так далее Люди выходят из этого состояния В крайнем случае, ну, вот насколько я слышал, там, астания Антидепрессантами лечится, лёгкими У тебя не астания, у тебя навязчивые мысли, это шизофрения, это разные вещи Это я прекрасно понимаю Ну, самое, как тебе сказать, вот твоё заболевание, которое тебе не даёт покоя, это шизофрения Вот это тебе не даёт покоя, понимаешь? Вот ты на этом концентрируйся И старайся понимать, что все эти мысли, угрожающие, это всё плод твоего воображения, понимаешь? Понимаю Это плод твоего больного, понимаешь? Состояние болезненное Надо подобрать правильное лечение Тоже шизофрения, она тоже глушится правильными лекарствами Ну да Не переживай, всё решается, всё это Главное, сам себе держи в руках Окей? Здорово А Людка здесь? Да Что хотели? Ну, позови её Говори Привет, Людка Как дела тут? Привет Что там с Витей, скажи, поругались? Ну, с ножем накинулся, хорошо, Танька была рада Мы сюда к ней приехали, гости Сейчас ехать надо домой Собака на оскоп Ну там им жрать нечего, наверное Слушай, и мы знаешь, что хотели спрочить? Вас выселяют из дома из-за того? Он же паспорт не делает Я бы паспорт получала, все документы А на меня нельзя написать Если бы сделал паспорт Надо переоформлять И пера А сколько лет Паше светит? От 7 до 9, сказали А что так мало? Сот у него 11 будет Его в два раза уже переносили А что так мало-то? Не знаю Или тебе нормально? Да Мне всё равно Всё равно? Ну, скажи после передачи Как люди к тебе стали относиться вообще? Ничего, общаются нормально Общаются? Ты знаешь, Серёж, они поговорят, пообщаются А потом, ну, меня посудят И всё, и забыли через неделю Они с тобой ушли всю жизнь Так ты же сказала, что жалко твою Пашку Меня будет жалко и того, и того Тресты, почему ему так мало? Он руками же душил, а вот так вот А, ребята, если локтём душат, то поменьше дают Так что Ну, это же абсурд Ну, Серёж сказал, что он не хотел его, не знаю Он общался с ним 11-го будет, поеду А это мой припозднее, Серёж, ладно У него в четверг всё было Припозднее, ладно Дня два, сейчас он перестанет бухать Два дня тогда побудут И к вам поеду А этот ничего не делает, Серёж Я всё сама делаю И воду таскаю, и печку топлю Всё сама делаю Гардина такая в Алисе Ну, а что ты с ним живёшь? А что мне делать? Куда мне идти? Я это его выгнаю не могу Это не мой дом Сейчас 13-го Будет пьяна, я его две тысячи Саполь Чтобы он на форуме То есть он тебе нужен, чтобы вас не выгнали пока? Да А потом ты что будешь делать с ним? Будешь с ним жить дальше? Ну, буду жить, а что делать? Мы с ним так общаемся Ну, кормить-то всё равно надо его кормить Я-то чё Жалко, конечно Он же не беспособынник всего Не приготовит ничего А ты на него в суд подала? В милицию? В полицию пошла? Ну, в полицию Танька там говорила Я не знаю, надо забрать заявление Зачем вы написали это заявление? Хочешь, чтобы его посадили? А мы тут в Трессе были И тут ещё это Приехал этот Как его? Вчастковый А я тут в Трессе Хотела наказать Не, я заявление напишу Обычно он тихий, не лезет никуда Да ладно Это он на виду такой тихий Он когда пьяный вообще Ну, был Пашкова, не трогал А сейчас никого нету У меня Андрея не было Из мужиков я имею в виду И накидывается То на меня, то на Таньку Так что К Лёшке ездишь на него? Да Ездим Думаешь о нём? Каждый день сидишь Каждый день? Каждый день плачу, конечно Так немножко успокаиваюсь Успокаиваюсь Как посмотрю фотографии У меня же в этом В телефоне И так вот фотографии лежат Ну, вон Я после Лёшки так вот На 9 дней мы выпили А этот напился с этим был С деревенским А кто тебе сказал, что ему от 7 до 9 дадут? Следуйте Следуйте Да А прокурор Сейчас уже всё Сейчас 11-й суд будет Ну вот так, ребят За убийство Бывшим зэкам дают 7-9 лет Это вообще Это очень мало Она сказала, что суд решит Ну понятно Ну я не знаю Я бы его вообще По жизни просто закрыл бы Потому что это животное какое-то И всё Вот что он хорошего по своему сделал Ему можно было бы, Серёжа, этого конфликта сбежать Можно было бы уйти из дома Если бы на него накидывался Можно было бы Но он это не сделал Это его не оправдывает Он это не сделал Друзья, большое спасибо, что смотрели этот сюжет Напишите своё мнение после увиденного Мне действительно интересны ваши мысли Как вы видите эту ситуацию Также подписывайтесь на наш канал Мы стараемся делать добрые, позитивные выпуски Но также Ещё раз повторюсь Мы снимаем именно всё так Как происходит в реальной жизни Не приукрашивая Не приуменьшая Всё в полной мере Всем крепкого здоровья, друзья Спасибо, что были с нами Увидимся в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok